Добрый вечер! Об задачах по развитию экономики региона ишла размова подчас сегодняшней рабочей поездки наместника старшини Гомельского облаконкам Болеслава Перштука в Речицкий район. У встречи приняла удел и наш корреспондент Марина Северьянова. Девальвация российской и замежных валют негативно отбилась на экономике Беларуси, як экспорта ориентованной краины у целым и Гомельской в областью приватности. 60% нашей продукции продается за мяжу. Затекавить новых покупников задача нелегкая. Але, например, для Речицкого метизного завода іншого выстя нема. Такий гигант, как триматься на плаву, працовать только на внутренний рынок не зможе. Потребный европейский покупник. На наш рынок проникает, к сожалению, не очень качественный продукт. Как правило, это китайское происхождение. Завозят его, как правило, наши предприниматели, поставляют торговые сети. И, конечно, фактор цены, он, безусловно, для массового покупателя имеет значение. Я должен сказать, те потребители массового промышленного производства, строительного комплекса, мебельного производства, которые берут, нареканий и жалоб, по сути дела, к нам по качеству нет. Поэтому мы соблюдаем все технологии, соблюдаем ГОСТы. Я пользуюсь, у меня есть набор вот тех, по сути дела, метизных и дел, о которых вы говорите, да. Я считаю, что он вполне нормальный, но нам надо наращивать составляющую экспортную. Внутренний рынок очень маленький для нашего метизного завода. Представляете, сколько надо выпустить шурупов, болтов, чтобы обеспечить республику, капли в море. Поэтому наше будущее метизного завода, конечно же, в Европе. Продукция речицкого метизного якосная, але продавать ее в великих объемах складана. Бусыровина закупается у России, а это повеличивает кончатковый кошт метизов. Снижать вытворчие выдатки, экономить палевно-энергетичные ресурсы, закупать больше данные материалы. И конкурентоздольность однозначно повысится. И модернизация вытворчости, на которую вырешется складана. Але такая ризика, упевненное керавництво предприемства, оправдана. Планируем, что в этом году у нас будет установлен комплекс холодно-высочного оборудования для увеличения производства высокопрочных болтов. И для этого уже производство печи для термохимико-термической обработки, для обработки этого крепежа. То есть оборудование будет установлено, мы думаем, где-то в августе-сентября месяце. Печь она будет попозже, где-то в четвертом квартале. Одной из кропок в маршруте стало и наведывание речицкого товариства, забмежеванной отказностью НТС-полиграфии. Открыли его всего несколько лет тому. С начала линейка продукции была невеликой. Сейчас закупили новое обстановление, на котором вырабляются этикетки для продукции белорусских предприемств. Например, для «Гомельхлебпрама» и «Гомельского мясокомбината». Кажут, первые два месяца года были соправданы над высшими складанами. Але сейчас керавництво с выполненностью глядеть в завтрашний день. И в худшем будущем планует шарговую модернизацию и связанное с этим поширение ассортименту. Считаю, хорошенькое, крепкое предприятие, стабильно работающее. Примерно 50 человек работает, 50 миллиардов оборот по году, по миллиарду на человека – это цифра неплохая. Это можно для сравнения с крупными хорошими промышленниками, они могли бы конкурировать. Тема новая абсолютно, тема интересная. В уголе практика показывает, что и буйные речицкие метизны, и маленькое полиграфическое предприятие могут работать успехово и рентабельно. Кризис не с долей затопить ни великий корабель, ни маленькую лодку. И все тому, что они своевременно поменяли экономический курс. Марина Северьянова, Игорь Марышенко, телерадо, компания «Гомель» из Речицкого района. На минулым тэдні в Минску отбылся пятый Усебелорусский народный сход, на яким вызначили основные направки и параметры экономического и социального развития державы на наступные пять годов. Зараз делегаты делятся своими эмоциями и уражениями с працонными коллективами. Мазырский район на пятым Усебелорусским народным сходе представляли 23 делегаты. Сирот их студенты, механики, войсковцы, представники мясцовой администрации. Дарэч, из усих краин постсоветской просторы Беларусь одзинае заховывает традицию проведения подобных масштабных мероприемствов. Живыми уражениями и эмоциями от народного форума с коллективом 320-х отделения Белинвестбанка делятся делегаты Рына Кралевич. На Усебелорусском сходе конспектовала самые значные моменты. У ее выступлений шмат цитат Кировника Державы, гостей форуму и коллег. Сегодня, видя, с каким интересом делегаты Усебелорусского народного собрания обсуждают именно в прессе вопросы жизнедеятельности нашей страны, и что эти вопросы были услышаны, и практически на протяжении всех двух дней глава государства комментировал выступления делегатов Усебелорусского народного собрания. Какие-то вопросы ставились на контроль, по каким-то сразу давались поручения, чтобы они не принимались к выполнению. Какие-то были включены в проект программы социально-экономического развития нашей страны на 16-20-е годы. Сегодня в Гомере отбылась рабочая сустреча, проставников Державной инспекции по хове живельного и рослинного свету Беларуси и Державного агентства рыбной господарки Украины. Баки обмерковали пытание суместной деятельности на програничных территориях. Олег Сенцеров с подробностями. Державная инспекция о хове живельного и рослинного света – организация не только закрытая, но и рассказывать об усих подробностях своей деятельности тут не вельми мкнуться. Правда, это не течется коллег и партнеров из других краин. Поделиться опытом и напрасовками. У Гомель приехали проставники Державного агентства рыбной господарки Украины. На початку сустреча гляд техники, якую выкрасовують беларуские инспекторы. Арсенал великий от сучасных авто и так званых паусродков до мотоциклов, квадроциклов и снегоходов. Нечто набытое еще подчас створения инспекции. Нечто совсем новое, але усе в рабочем стане. Украинцы цекаются техничными характеристиками и рассказывают об своих макчимостях. О, речте, у нас великая протяглась суместных водных объектов, контролевать, яке лепш агульными намаганнями. До речи, основная колькость порушений сегодня региструется миновито на водоемах. В 2015 год инспекции составлено около 260 административных дел. Из этих 260 примерно 60% – это незаконное рыболовство. И примерно по 20-15% – это нарушение правил лесопользования, а также незаконная охота. Почас непосредственно посаджения, размыва об оперативной ситуации и методах работы. Во Украине, например, у пытаниях охова природных ресурсов основный упор зараз на отдельность рыбооховных патрулев. На водоемах я не знаходится практически круглосуточно. Иначе, кажуть, негде. Браконьеры сегодня настолько технично оснащены, что одными рейдами не обоистись. У Беларуси ситуация не такая напруженная. А для работы у инспекторов так само хапая. У целом по республице зона отказности державной инспекции по хове живойного и растительного света больше 17 миллионов гектаров. И усюда повинен быть забеспеченный парадок. Эффективность деянности белорусских коллег признают и представники Украины. Усовезвящим одна задач этой встречи – деталевое ознайомление с нашим опытом. Алгоритм тех действий, которые прошла ваша инспекция на этапе создания ее, поскольку на сегодняшний день в Украине намечено в планах создания аналогичной единой инспекции, как правоохранного органа, хотелось бы уберечься и самим, и уберечь наше руководство, нашего государства от возможных ошибок, которые были в вашей инспекции на этапе ее создания, реформирования. В этой встрече представников Державной инспекции о хове живойного и растительного света Беларуси и Державного агентства рыбной господарки Украины, первая после досадково протяглого перапынку, баки перекананы, споняние супрацовництва не принесло корысти ни одной из держав, и выказывать выполненность взаимодействия службы теперь может быть одновлено в полном объеме. Алексей Тюров, Максим Славин, телерадио «Компания Гомель». Музей БУС «Кветки Великой Перамоги» завершил свое подороже по городах Беларуси. Апошним областным центром, где побывала операционная выстава, стал Гомель. Город над Сожем сустрел незвычайный автобус минавита сёння. Як это было, расскажет Ганна Ковалёва. Апошние тыдни, ставши уже знакомитости, у Беларуси музей БУС колесил по всей Украине. Интерактивная выстава «Кветки Великой Перамоги» проехалася по всех областных центрах, а завершила свой марафон на Гомельской земли. В нашем регионе, первым городом, где ЕС устрели, стал Жлобин. Затым автобус прибыл в областный центр. Дорогие, Гомельский приём был, бадай, одним из самых ярких. До музея БУСа долучились мотоциклисты клуба «Ночные волки». Так, утворивши целую колонну, яны прибыл на пляцовку до Лядового палаца. Тут члены мото-клуба передали в коллекцию музея некольких предметов военных годов. Идея нашего клуба, мото-клуба «Ночные волки», основная, скажем, цель, задача, и всё, как можно это назвать, это быть патриотом своей родины, своей отчизны. Такая есть поговорка «выйти в народ», да? Не ждать, пока люди придут в музей, а поехать и им показать. Суместный проект БРСМ и Федерации профсоюза у Беларуси народился и еще в миновом годе. Тогда у пересовного музея собрали предметы Годов Великой Отчинной войны. За час подороже у каждом городе выстава пополнялась и новыми предметами. Коли же свои правы уступил Год культуры, проект вы решили крыху сменить. Зараз на заховывании сюда примают речи, які одлюстровывают с традицией самобытность нашей краины. И вот тут сформовались уже две тематичные зоны – Беларусь военная и Беларусь мирная. Например, в Витебске области нам предоставили костюм мещанки 19-го столетия. В Минске нам предоставили костюм 17-го столетия парадный. Также сегодня нам предоставили костюм Гомельской области, Неглевского района. В каждом регионе минимум один экспонат нам предоставлялся в пользование. И более того, когда посетители приходят, особенно ветераны, участники Великой Отечественной войны, они приносят с собой свои воспоминания, книги собственного сочинения. Вот, к примеру, в Шлобене нам ветеран предоставил свою книгу, автором которой он является «Дети войны». И мы включили ее непосредственно уже в экспозицию музея. У одрузнения традиционных музеев тут до всякого можно догрануться, все можно примерить и сфотографовать. Причем куплять талончик у таким автобусе не треба, наведывание музея бесплатное. После Гомеля он отправится в Минск. Презентация обновленной экспозиции отбудется у столицы на передо дни Дня Незалежности. Посещая мероприятия, я был в гостях и в других областях, и сегодня здесь, видя молодежь, да, и что здесь интересует именно, мы, наверное, в следующий раз будем выступить с предложением, чтобы здесь привозили в музей, приезжали диджеи, да, то есть привлекать тем самым больше молодежи к этому мероприятию. Дороча Гомельщина стала завершением марафона и разумстым початком нового проекта под названием «Диалог поколений». Один из первых прошел на базе телерадио компании «Гомель». Такие же диалоги отбудутся во всех регионах в области на протягу этого года. Они дадут махчимость молодым людям заявить про свои погляды, идеи и креативные пропановы. Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадио компании «Гомель». Захватите, натхните на годную службу. Сегодня в «Гомеле» провели день молодого супрацовника органов внутренних справ. В аурочистой обстановке у музея боевой славы молодым милиционерам уручили лейтенантские погоны и подячные листы. На встречу запросили больше, как 40 молодых супрацовников милиции. Частка из них только пришла на службу и отримала первые лейтенантские погоны. У остальных заплячима год работы. За гэтый час они становча себе проявили, за что отримали грошовые премии, подячные листы и особливую милицейскую узнагороду. Фото с дымок для разгорнутого стяга Управления внутренних справ облывы канкама. Увагу оказали и батькам, молодых супрацовников. Им уручили подячные листы за достойное выхование детей. Усей узнагороды удельники мероприемства отримали з рук начальника Управления внутренних справ Гомельского облывы канкама Владимира Захарчука. И он, до речи, на днях так само примерить новые погоны. Указом президента Владимиру Андреевичу присвоено звание генерал-майора. Сегодняшнее находление в этом зале – это значимое, серьезное событие. Это историческое. И вот формирование личности, начиная с тонкостей подхода, воспитательного характера, нахождение в этом зале, воспоминание тех периодов, где здесь заложена история войны, наверное, есть и формирование наших сотрудников. Мы создаем благополучие в целом республике, в нашей Гомельской области. И можем сказать, что для наших жителей, для наших гостей покой в целом республике и в Гомельской области обеспечен. В первую субботу лепеня в нашей стране означается День кооперации. В Гомельском областном союзе с поживецких товариствах с этой нагоды прошел урочистый сход. В делу им приняли керавники, работники и ветераны Галины. По доброй традиции, подчас святкования Дня кооперации были узнагороджены лепшие работники и коллективы. Варто, значит, в минулом годе кооператоры нашего региона добро спрацовали. По выниках господарча финансовой деятельности за 2015 год Гомельский обеспожил Союз занял другое место у республицы. В околе за опошние десяти годы гомельские кооператоры у агульно-республиканским рейтингу не опускались ниже за третье место. Сегодня областным споживецким товариствам отводится значная роль у экономицы краины. На их ускладается и важная социальная функция. Организация гандлю у сельской мясцовости. Большинство подавляющих работников очень самоотверженно относятся к своей работе, стараются выполнять те функции, которые на них возложены для того, чтобы сельское население области, в первую очередь, которое мы преимущественно обслуживаем, было всегда довольным нашим обслуживанием, теми товарами, которые поставили, тем уровнем культуры, тем уровнем услуг, которые мы сегодня обеспечим. Гэты, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете. Все по адресе www.tvrgomil.by. На гэтым выпуск завершенный у студии працывала Наталья Игнатенко. Усяго вам самого доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова